Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередную серию по данному УАЗ Патриот. Напомню, это 2019 года, очень свежая машина. Итак, мы вплотную приблизились к тому, чтобы выехать, прокатиться, протестировать и начать работу по настройке электрооборудования, вернее электроники, в частности системы ABS, ESP и прочим-прочим системам. Сейчас я все подробно расскажу, что нам удалось здесь уже сделать. В прошлой серии вы прекрасно увидели, что мы уже доработали моторный щит и уже позиционировали двигатель. Сейчас уже мотор полностью стоит на своих опорах, полностью выверена соосность с задним мостом по отношению к раздатке кардана. По подкапотному пространству в целом, значит, уже закончили работу с электрикой, переделана коса, то есть она сделана под выход в заднюю часть блока управления, имеется в виду монтаж блока управления, осуществляется в салоне. Все уже разложено, все сделано, все подсоединено. Далее по обвязке уже стоит радиатор, это радиатор Land Cruiser 80 с электровентиляторами штатными 3UZ, то есть у них плавная раскрутка от штатного блока управления. Немножко доработан впуск, то есть фильтр остался родной, но проходное сечение что входа, что выхода в этот фильтр изменено, таким образом этому двигателю будет абсолютно нормально дышаться от штатного фильтра. Кстати, в штатном фильтре сам по себе штатный фильтрующий элемент, у него площадь намного больше, чем у родного тойотовского, так что в принципе регламентная замена масла, то есть это 8-10 тысяч километров, как раз будет сопровождаться с заменой фильтрующего элемента, ну то есть это по нашим дорогам, по нашим эксплуатациям очень-очень хороший интервал. Далее значит по обвязке подкапотки подсоединили абсолютно всю периферию, то есть включая гидроусилитель руля, включая кондиционер, все необходимые трубки, шланги, в общем здесь все готово и осталось сделать здесь последний штрих, сейчас я принесу покажу. Вот собственно какой последний штрих, крышечка. Мы не всегда ставим крышку, но здесь заказчик попросил найти хорошую крышку, не царапанную, не битую, хотя не все продаются царапанной, битой и найти их в адекватном состоянии, ну крайне сложно. В общем нашли вот такую вот крышечку, она вот таким вот образом идеально сюда подходит, немножко нужно сделать подрез под трубки кондиционера и все, как это должно быть с завода. Более того, уделили время всяким таким мелким эстетическим моментам, то есть когда радиатор монтировали, закрыли вот здесь вот штатной планкой переднюю часть, чтобы человек открыл все, увидел, что да, все, радиатор все на месте, все бачки, адсорберы, фильтры, крышечка, все, вакуумник, все стоит на своих местах, как будто это действительно было с завода. В общем с каждым УАЗиком, я во многих роликах это говорю, с каждым УАЗиком, и здесь скажу, даже не только с УАЗиком, с каждой следующей аналогичной машиной, мы постоянно пересматриваем свой подход. Что-то добавляем новое, что-то лучшее делаем, какие-то компоненты, комплектующие запчасти берем, лучшего качества. И это действительно хорошо, потому что на выходе продукт с каждым разом все лучше и качественно. Итак, если вы помните, в предыдущей серии здесь не было торпеды, печки, проводки, рулевой колонки, все это естественно снималось. Была проделана огромная работа по проводке под торпедой, то есть по основной бортсети, поскольку здесь сделано все не совсем так, как нужно под схематику непосредственно самого мотора 3UZFE. Сейчас уже все установлено обратно, и торпеда, и печка, и колонка рулевая. Остаются мелкие штрихи, поэтому еще не дособрано. Такие штрихи, как, например, сам селектор АКПП. Вот видно, что он расположился в штатном месте. Наша задача облагородить, то есть сделать здесь фальш-панель, который будет закрывать, чтобы это все не отличалось от завода. То есть даже структура тиснения постараемся сделать максимально близко. По педальному узлу он уже полностью готов, то есть широкая педаль автоматная, газ электронный, ногам полностью удобно. Ну и, наверное, самый все-таки сложный момент, который присутствует в этой машине, о котором я говорил ранее, это электроника. То есть здесь, в этой машине все завязано на... Вот в правой части располагается так называемый, как в современных иномарках, блок комфорта, блок БЦМ, или я не знаю как. Ну, в общем, во всех машинах по-разному. Смысл в чем? В современных машинах все электрооборудование, оно работает по цифровой коншине. То есть нет такого, да, что вы нажали на, допустим, сигнал бибика, и включилось реле, и сигнал у вас, соответственно, заработал. Нет такого, что вы нажали кнопку там громкости на руле, и она напрямую пошла в магнитолу. Все кнопки, которые расположены в этом автомобиле, они первоочередной дают сигнал в этот блок комфорта, который обрабатывает этот сигнал и дальше посылает его, соответственно, в нужный адресат. Будь то сигнал, будь то в магнитолу, будь то в печку, климат-контроль, заслонки, стеклоподъемки, все обрабатывает единый центральный компьютер. Я пояснял ранее в предыдущих видео по этому автомобилю, что многие сигналы здесь зашифрованы. Все это дело пришлось угадывать, что-то делать, какие-то позиции нам сделать не удалось. Не удалось имеется в виду с привязкой к центральному блоку. Например, на руле располагаются кнопки вот здесь вот, круиз-контроля. И можно было бы, да, выцепить их сигналы, пустить через наш микропроцессор на переходник, который любезно предоставляет нам компания DMGadget. Но, опять же, мы упираемся здесь в такую вещь, как время. Эта машина даже для компании DMGadget новая, но, тем не менее, ребята полностью участвуют удаленно в этой машине. То есть, решают новые прошивки, добавляем. Но возможности микропроцессорного переходника, они не безграничны. Нельзя в этот переходник, если, допустим, раньше в нем было там 10 функций, добавить еще 5 функций, которые там будут в завязке там с рулем, с кнопочками, еще с какими-то позициями. Тут даже кондиционирование сделано по коншине. Невозможно сразу все это дело добавить. Соответственно, это бы потребовалось, может быть, месяц, может быть, два, чтобы изобрести новую плату под новый процессор, под новые задачи, чтобы он полностью справлялся. Поэтому какие-то позиции, вот еще раз подчеркну, круиз-контроль здесь сделан аналогово. То есть, через улитку, которая находится под рулем, выведены все необходимые пины для блока управления, установлены резисторы, поскольку кнопки резистивные, те, которые должны быть номиналой для тойотовского блока управления, и это позволило оживить полноценно руль, но связки с блоком комфорта у него нет. То есть, это работает напрямую. Вот такие вот хитрости, мы с ними постоянно сталкиваемся, они все, к сожалению, остаются за кадрами, я не могу их все озвучить, но просто это будет многочасовые видеоролики. Так что, в общем, ребятам большой респект за то, что поддерживают, за то, что машина у нас уже вся работает, все с ней классно. Кстати, сейчас я покажу первый запуск. Настоящий первый запуск, который действительно был реально первый, выложен в нашем инстаграме. Ссылка на инстаграм, как всегда, в описании. Не забывайте подписываться, потому что видео снимаются долго, потом монтируется, а вся наша лайв-живая жизнь, либо на лайв-канале, либо в инстаграме. То есть, прямо вот то, что происходит сейчас, там вы можете лицезреть. Итак, поворачиваем ключ замка зажигания, включается, соответственно, приборка, контрольные лампочки некоторые погасли, некоторые еще горят, поскольку что-то нужно будет нам с ноутбуком дорабатывать в процессе. Хотя наш электрик Александр уже здесь с ноутбуком, о, кстати, музычка включилась, хотя наш электрик Александр уже здесь с ноутбуком провел не один день, и уже многое сделал, как я уже ранее подчеркнул, то есть, в содружестве с компанией Дэйм Гаджет, с Екатеринбургом, поскольку они далеко находятся. Итак, пробуем. Чего она не заводится? Ген. А, ну да, она не заведется, здесь мозгов нету. У кого? У автомобиля. Будет громко, поскольку выхлопная система в данную минуту, пока мы снимаем этот ролик, варится. Уже сформированы трубы, катализатор, основная банка от крузака. Запуск. Вот такие вот вещи. Все работает, все крутится, все вертится. Идем вниз, там тоже не менее интересно. Самый интересный момент это раздатка. И не менее интересный момент это стыковка вот раздатки. Напомню, это раздатка Даймос, корейская, которая здесь была с завода. Кстати, многие говорят, что в этой раздатке цепь. Цепь со временем растягивается, если ездить на полном приводе. Да, так оно так. Но машина эта, именно этот УАЗик строится больше для городской эксплуатации с редкими моментами по включению переднего моста, по включению кардана. Поэтому, ну, наверное, она растянется через какое-то время. Но если даже свои там 1100-150 отходят, большего здесь не требуется. Для тех людей, которые сомневаются, да, что эта раздатка долго выдержит, ну, значит, с теми людьми можно обсудить вопрос установки другой раздатки. Например, какой-нибудь Toyota, Toyota Surf и аналогичные. Значит, интересный момент это стыковки раздатки с коробкой. Напомню, что здесь у нас силовый агрегат 3UZFE с 5-ступенчатым автоматом A650E с заднеприводным. И он стыкуется с этой раздаткой. Процесс стыковки крайне сложен. По подгонке, по таким позициям, да, чтобы соосно сделать, чтобы вал переходной сделать. И по этому поводу у нас снято отдельное видео, как состыковать коробку с раздаткой на нашем канале Envoy Motors Live. Ссылку я также оставлю в описании. Зайдите, перейдите, обязательно посмотрите это видео. Оно интересное. И для тех, кто самостоятельно занимается свапами, или же где-то заказывает и проверяет, как сделана работа, там очень много полезной и нужной информации для вас. Значит, раздатка уже стоит на своем месте. Балка под коробкой и подушка осталась родная, с небольшими изменениями. Карданы все остались родные, с небольшими изменениями. Задний кардан укорочен на 70 миллиметров, передний чуть длиннее сделан, также на 70 миллиметров. Этот автомобиль не лифтованный. Многие задают вопрос, а нужно ли лифтовать автомобиль для того, чтобы сделать свап. И кто-то говорит, да, нужно. И в принципе это правда, что если лифтануть немножко автомобиль, то есть кузов поднять над рамой миллиметров на 50, это будет просто удобнее. Но в данном случае автомобиль не лифтован, и мы можем уместить этот свап комплект в не лифтованный автомобиль. Таким образом, для раздаточной коробки дорабатывается пол автомобиля с разбором салона, со снятием сидений, с переносом усилителя, даже не то, что с переносом усилителя, а со срезанием усилителя, и с изготовлением аналогичного усилителя, только немножко другой формы, для того, чтобы уместить раздатку, выровнять силовой агрегат и выровнять соосность с задним мостом. По низу нам остается буквально сделать несколько позиций. Защиты поставить родные, но до защиты нам надо доделать выхлопную систему. Сейчас уже формируются приемные трубы. Вот здесь виден катализатор, который имеет два входа, один выход. То есть автомобиль как соответствовал нормам Евро-5, так и будет соответствовать нормам Евро-5. Кстати, многие задают вопрос, а как оформить 3 УЗФЕ на автомобиль 2019 года? Ведь здесь же Евро-5, а 3 УЗФЕ был максимум Евро-4. Отвечаю на этот вопрос. У нас есть друзья-партнеры, которые помогли нам получить сертификат на прошивку блока управления, после чего, соответственно, двигатель соответствует экологическим нормам Евро-5. И этот автомобиль уже прошел все стадии по получению заключения технической экспертизы о том, что этот двигатель сюда установлено, что он соответствует всем экологическим, мощностным характеристикам. У нас уже получено свидетельство о том, что этот автомобиль соответствует всем требованиям безопасности таможенного союза. После того, как мы все проверим, все протестируем, нам останется лишь пройти проверку окончательную, и все будет прописано в ПТС и в СТС. Автомобиль полностью будет легален. Я могу еще очень много часов рассказывать про то, что мы сделали, как, с какими сложностями столкнулись, про такие моменты, которые остались за кадром. Например, мы бензобак снимали для того, чтобы доработать топливную станцию, имеется ввиду топливный регулятор и поставить высокопроизводительный насос. Таких позиций в машине очень много, поэтому свап для кого-то это просто вбросить мотор, а для нас свап это целое искусство, когда не только вбрасывается в кавычках мотор, но и периферийно весь автомобиль дорабатывается. И как вы видели в данной ситуации, с разбором торпеды, с переделкой электрики, охлаждением, выхлопной, то есть вообще кардинально все это дело переделывается. И поэтому залог успеха и этого автомобиля, или любого аналогичного, как раз и кроется вот в этих мелочах, в этих деталях, что свап это комплекс мероприятий по техническому переоборудованию транспортного средства. На этой ноте мы завершаем этот видеоролик, вы все видели своими глазами, все поняли, автомобиль уже заводится, чуть-чуть остается для того, чтобы выехать и уже начать первые километры тестовых ходовых испытаний, доводок. Но об этом вы увидите в следующей серии, в заключительной. А с вами был, как всегда, Василий, компания Inva Motors. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok